Здравствуй, мой милый ребенок! Сейчас я расскажу тебе сказку, которую написал замечательный писатель Редьярд Киплинг. Это сказка про мотылька, который топнул ногой. Ты будешь слушать эту сказку, будешь лучше учиться, будешь лучше запоминать и лучше делать твои задания. Вот тебе, милый мой мальчик, новая чудесная сказка, совсем особенная, не похожая на все остальные. Сказка о мудрейшем царе Сулеймане и Бандауде. На свете существует 350 сказок о Сулеймане и Бандауде, но эта сказка не из их числа. Это сказка о мотыльке, который топнул ногой. Так слушай же, слушай внимательно. Сулейман и Бандауд был мудрец. Он понимал, что говорят звери, что говорят птицы, что говорят рыбы и что говорят насекомые. Он понимал, что говорят камни глубоко под землей, когда они давят друг друга и стонут. И он понимал, что говорят деревья, когда они шелестят на рассвете листвой. Он понимал всех и осу, и лису, и осину в лесу. И прекрасная царица Балкида, его первая и главная царица, была почти такая же мудрая. Сулейман и Бандауд был могуч. На среднем пальце правой руки у него было золотое кольцо. Стоило ему повернуть это кольцо, как из-под земли вылетали африты и джинны. И делали все, что он вздумает им приказать. А стоило ему повернуть кольцо дважды, с неба спускались феи и тоже делали все, что он вздумает им приказать. Когда же он поворачивал свое кольцо три раза, перед ним появлялся с мечом сам великий ангел Азраил в одежде простого водоноса и сообщал ему обо всем, что происходит на земле, на небесах и под землей. И все же Сулейман и Бандауд был человек очень скромный. Он почти никогда не хвастался. А если ему случалось похвастаться, он потом жалел об этом и раскаивался. Однажды он объявил, что желает накормить в один день всех зверей, какие только существуют на свете. Но когда он приготовил еду, из глубины моря выплыла какая-то большая зверюга и сожрала все в три глотка. Сулейман и Бандауд был очень удивлен и сказал «О, зверюга, кто ты такая?» И зверюга ответила «О, повелитель, желаю тебе здравствовать во веки веков. Я самый маленький из тридцати тысяч братьев, и мы живем на дне моря. Мы прослышали, что ты хочешь накормить всех зверей, какие только существуют на свете. И мои братья прислали меня узнать у тебя, скоро ли будет обед». Сулейман и Бандауд был страшно удивлен и сказал «О, зверюга, ты сожрала весь обед, приготовленный мною для всех зверей, какие только существуют на свете». И сказала ему зверюга «О, владыка, желаю тебе здравствовать во веки веков». «Но неужели ты и в самом деле называешь это обедом? Там, откуда я пришла, каждому из нас требуется вдвое больше еды, чтобы перекусить между обедом и ужином». Тогда Сулейман и Бандауд пал ниц и воскликнул. «О, зверюга, я приготовил этот обед, чтобы показать всем, какой я великий и богатый царь, а вовсе не потому, что я действительно люблю зверей. Теперь я посрамлен, и да послужит мне это хорошим уроком». Сулейман и Бандауд был и вправду мудрец, милый мой ребенок. После этого случая он никогда уже не забывал, что хвастаться глупо. И вот теперь-то начинается настоящая сказка. У Сулеймана и Бандауда было много жен. У него было 999 жен, если не считать прекраснейшей Балкиды. И все они жили в большом золотом дворце посреди прелестного сада с фонтаном. На самом деле Сулейману и Бандауду вовсе не нужны были 999 жен. Но в то время у всякого было по нескольку жен. Так что царю, конечно, приходилось брать себе еще больше, чтобы показать, что он царь. Одни из них были красавицы, другие просто уроды. Уроды вечно враждовались красавицами, и те от этого тоже становились уродами. И все они ссорились с Сулейманом и Бандаудом, что причиняло им большие страдания. Одна лишь прекрасная Балкида никогда не ссорилась с Сулейманом и Бандаудом. Слишком уж она любила его. Она либо сидела у себя в золоченом дворце, либо гуляла по дворцовому саду, и ей очень было жалко Сулеймана и Бандауда. Конечно, если бы он пожелал повернуть у себя на пальце кольцо и позвал джиннов и афритов, они превратили бы всех его 999 жен в белых ослиц, или в борзых собак, или в зерна граната. Но Сулейман и Бандауд боялся снова оказаться хвостунишкой. Поэтому, когда его сварливые жены ссорились слишком уж громко, он только уходил в укромный уголок своего дворцового сада и проклинал тот час, когда он родился на свет. Однажды случилось так, что они ссорились уже три недели подряд. Все 999 жен. Сулейман и Бандауд удалился от них, как обычно, в мирный уголок. И среди апельсиновых деревьев он встретил Балкиду прекраснейшую. И она сказала, «О, мой господин, свет моих очей, поверни у себя на пальце кольцо и покажи этим египетским, месопотамским, китайским, персидским царицам какой ты великий и грозный владыка». Но Сулейман и Бандауд покачал головой и ответил, «О, моя госпожа, радость моей жизни! Вспомни зверюгу, которая выплыла из морской глубины и посрамила меня перед всеми зверями, какие только есть на земле, из-за того, что я вздумал похвастаться. Теперь, если я стану хвастать перед этими персидскими, абиссинскими, китайскими и египетскими царицами лишь из-за того, что они надоедают мне своей болтовнёй, я могу ещё больше осрамиться». И Балкида прекраснейшая сказал в ответ, «О, мой господин, сокровище моей души, что же ты будешь делать?» И Сулейман и Бандауд ответил, «О, моя госпожа, услада моего сердца, придётся верить в мою судьбу в руки тех 999 цариц, которые выводят меня из терпения к своими беспрестанными ссорами». И он пошёл мимо лилии, японской локвы, мимо роз, кан и пахучего имбиря, которые произрастали в саду, и пришёл к огромному камфорному дереву, которое прозвали камфорное дерево Сулеймана и Бандауда. Но Балкида спряталась меж высоких ирисов, пятнистых бамбуков и красных лилий, чтобы быть поближе к возлюбленному своему Сулейману и Бандауду. В это время под деревом пролетали два мотылька. Они ссорились. Сулейман и Бандауд услыхал, что один из них сказал другому, «Как ты смеешь говорить со мною так дерзко и грубо? Разве ты не знаешь, что стоит мне топнуть ногой и разразиться гроза? Весь дворец Сулеймана и Бандауда и весь этот сад провалятся в тартарары». Тогда Сулейман и Бандауд забыл про всех своих девятьсот девяносто девять сварливых жен и засмеялся. Он смеялся над хвостовством мотылька и смеялся так долго, что затряслось даже камфорное дерево. И он протянул палец и сказал, «Поди-ка ты сюда, человечек!» Мотылёк страшно испугался, но ничего не поделаешь. Пришлось ему подлететь к Сулейману и Бандауду и сесть, трепеща крылышками на его протянутый палец. Сулейман и Бандауд наклонил голову и тихонько прошептал, «Ах, человечек, тебе же отлично известно, что сколько бы ты ни топал ногой, от этого не шелохнется даже травинка. Почему же ты так беззастенчиво лжешь своей жене? Ведь это верно, что она твоя жена?» Мотылёк поглядел на Сулеймана и Бандауда и увидел мудрейшие очи царя, мерцавшие, как звезды, в морозную ночь. И он сложил крылышки и наклонил голову и собрал все свое мужество и сказал, «В самом деле это моя жена, а ты сам хорошо понимаешь, что они такое, наши жены!» Сулейман и Бандауд ухмыльнулся в бороду и ответил, «Да, брат мой, мне это отлично известно!» «Надо же держать их в послушании», сказал Мотылёк, «а моя жена ругает меня уже целое утро, и я припугнул ее, чтобы она перестала бушевать и брониться». И Сулейман и Бандауд сказал, «Что ж, может быть, это и в самом деле утихомирит ее?» «Иди к своей жене, о мой брат, а я послушаю, что ты скажешь ей». Полетел Мотылёк обратно к своей жене, которая сидела под листком и трепетала от страха. И она воскликнула, «Он слышал твои слова! Сулейман и Бандауд слышал, что ты сказал!» «Слышал», – отвечал Мотылёк, «я и хотел, чтобы он слышал!» «И что же он сказал?» «О, что же он сказал?» «Ну, – отвечал Мотылёк, важно помахивая крылышками, между нами, дорогая. Конечно, я не обвиняю его, потому что дворец очень дорого стоит, да и апельсины как раз поспевают». В общем, он просил меня не топать, и я обещал, что не топну. «Боже мой!» – воскликнул жена Мотылёка и притихла. А Сулейман и Бандауд смеялся до слез над бесстыдством этого пройдухи. Балкида прекраснейшая стояла за деревом среди алых лилий и улыбалась украдкой, так как она слышала весь разговор. И она сказала, «Если я в самом деле мудрая, я могу избавить моего господина от докучающих ему сварливых цариц». Она протянула палец и тихонько прошептала жене Мотылька, «Крохотная женщина, иди-ка сюда!» Бабочка ужасно испугалась, но ничего не поделаешь. Она подлетела к Балкиде и усилась на её белой руке. Балкида наклонила свою прекрасную голову и прошептала, «Крохотная женщина! Неужто ты и правду поверила тому, что сказал тебе муж?» Бабочка взглянула на Балкиду и увидела очи прекрасной царицы, блестевшие, как блестит озеро в лунную ночь. Бабочка сложила крылышки и, собрав всё своё мужество, сказала, «О, царица, красуйся во веки веков! Ты же знаешь, что такое мужья!» И царица Балкида, мудрая Балкида, Савская, подняла руку к губам, чтобы скрыть улыбку, и сказала, «Да, сестра моя, знаю!» «Они выходят из себя по пустякам», сказала бабочка, быстро-быстро раскрывая и складывая крылышки. «И мы должны ублажать их, о, царица, чтобы они не ворчали!» «Они никогда не думают, даже половины того, что говорят, если мужу моему так хочется верить, будто я поверила, что стоит ему топнуть ногой и дворец Сулеймана и Бандауда исчезнет, пускай себе верит, не стану ему возражать, всё равно завтра он об этом забудет!» «Да, сестра моя, ты совершенно права», сказала Балкида, «но когда он в следующий раз начнёт перед тобой похваляться, поймай его на слове, скажи ему, чтобы он и в самом деле топнул ногой, и посмотри, что из этого выйдет. Он будет сильно посрамлён, вот увидишь!» Бабочка улетела к своему мотыльку, а через пять минут они уже ссорились, ещё сильнее, чем прежде. «Вспомни», сказал мотылек, «вспомни, что я могу сделать, если топну ногой!» «Я тебе нисколечко не верю», ответила бабочка, «я была бы рада поглядеть, как это у тебя получится!» «Топни, топни, пожалуйста, топни!» «Я обещал Сулейману и Бандауду не топать, и я не хочу нарушать своё слово!» «Сколько не топай, всё равно ничего не получится!» «Даже маленькая травинка и та не шелохнётся!» «Что же ты не топаешь?» «Топни, топни, говорю тебе, топни!» Сидя под камфорным деревом, Сулейман и Бандауд слышал каждое слово и смеялся так, как ещё никогда не смеялся. Он забыл про цариц, он забыл про зверюгу, выплавшую из морской глубины, он забыл про своё хвостовство. И Балкида, стоя за деревом, тоже смеялась, потому что и у возлюбленному было так весело. Но вот мотылёк, раздражённый, взволнованный, снова спустился под камфорное дерево и сказал Сулейману и Бандауду. «Она хочет, чтобы я топнул, она хочет поглядеть, что из этого выйдет». «О, Сулейман и Бандауд, ты же знаешь, что у меня ничего не получится, и теперь она уже никогда не поверит ни одному моему слову и будет смеяться надо мной до конца моих дней». «Нет, о, брат мой, сказал Сулейман и Бандауд, этого не будет, уверяю тебя». И он повернул на пальце кольцо, только для того, чтобы помочь мотыльку, а не для того, чтобы похвастаться своим могуществом. И в мгновение ока четыре огромных джина возникли перед ним из-под земли. «Рабы», – сказал Сулейман и Бандауд, «когда этот господин, что сидит у меня на пальце, там сидел хвастливый мотылек, топнет левой передней ногой, сделаете так, чтобы разразилась гроза, грянул гром, и этот дворец, и все эти сады сгинули с глаз, исчезли. «Когда же он топнет опять, осторожно поставьте их на прежнее место». «Теперь, о, брат мой, сказал мотыльку, отправляйся к жене и топай в свое удовольствие». Мотылек подлетел к жене, которая все это время кричала, «Что же ты не топаешь? Топни, ну топни же, топни!» За окрадой окружавший дворец, Балкида увидела четырех джиннов и сказала, «Наконец-то Сулейман и Бандауд для спасения мотылька сделает то, что давным-давно должен был сделать для собственного спасения, угомонит этих сварливых цариц». Мотылек топнул, джинны подхватили дворец и сады и унесли их по воздуху за тысячу миль. Послышался страшный гром, и небо стало чернее чернил. А бабочка летала во тьме и кричала, «О, я больше не буду брониться! И зачем я подстрекала его? Мой любимый, мой милый муж, возврати назад и дворец, и сады, и я больше никогда не стану перечить тебе!» Мотылек и сам испугался не меньше своей жены, а Сулейман и Бандауд хохотал так, что в первую минуту даже не мог прошептать Мотыльку. «Топни опять, у брат мой, верни мне мой дворец, у великий волшебник!» «Да, верни ему дворец!» воскликнула жена Мотылька, которая летала во тьме, как ночная бабочка. «Верни ему дворец и не занимайся больше таким ужасным чародейством!» «Ладно, дорогая, так и быть, — сказал Мотылек, всячески стараясь предать себе храбрости. «Вот видишь, что получилось от того, что ты придиралась ко мне!» «Понятно, я лично нисколько не беспокоюсь о том, вернется ли дворец или нет. Такие дела для меня не впервой, но из уважения к тебе и к Сулейману и Бандауду я не возражаю против того, чтобы все воротилось на место!» И он топнул еще раз, и в ту же секунду джинны без единого толчка водрузили и сады, и дворец на прежнее место. И все было по-прежнему. Темно-желтые листва апельсиновых деревьев ярко сверкало на солнце. Фонтаны играли меж египетских лилий, птицы пели, как ни в чем не бывало, а жена Мотылька лежала на боку под камфорным деревом. Крылышки у нее трепетали и задыхаясь, она повторяла, «Прости меня, я больше не буду!» Сулейман и Бандауд так смеялся, что с трудом мог вымолвить слово. На него напала икота. Изнемогая от смеха, он протянул Мотыльку палец и сказал, «О, великий волшебник, что из того, что ты возвратил мне дворец, если веселье, которое ты мне доставил, сведет меня сегодня же в могилу?» И тут раздался страшный шум, потому что из дворца выбежали все 999 цариц и стали пронзительно кричать и визжать, и звать своих малых детей. Они бежали по мраморной лестнице, спускавшейся вниз от плантанов. Сто женщин на каждой ступени. Премудрая Балкида выступила величаво вперед, встретила их и сказала, «Чего это вы так испугались, царицы?» Они же стояли на мраморной лестнице, сто женщин на каждой ступени, и кричали, «Чего мы испугались? Это всякому ясно, ведь мы жили себе поживали в своем золотом дворце. И вдруг наш дворец исчезает неизвестно куда, и мы попадаем в кромешную тьму, и над нами грохочет гром, и джинны и африты шныряют во тьме. Вот чего мы испугались, о царица-цариц, и мы чрезвычайно испуганы нашим испугом, ибо это самый страшный испуг из всех испугов, какие доводилось нам испытывать за всю нашу жизнь». Тогда Балкида, прекраснейшая царица, любимейшая из всех жен Сулеймана ибн Дауда, почти столь же премудрая, как сам Сулейман ибн Дауд, сказала, «Ничего особенного не произошло, о царице, просто мотылек пожаловался на свою жену, которая ссорилась с ним, а Сулейману ибн Дауду захотелось научить ее кротости и вежливой речи, ибо это считается добродетелью среди мотыльковых жен». И тогда встала египетская царица, дочь фараона, и сказала, «Наш дворец нельзя вырывать с корнем, как парей, ради какой-нибудь ничтожной букашки. Нет, Сулейман ибн Дауд, должно быть, уже скончался, и земля сотряслась от горя, и загремели небесные громы, и на землю спустилась тьма». Тогда Балкида, не поднимая глаз, поманила к себе пальцем эту дерзкую царицу и сказала ей, да и всем остальным, «Вы можете пойти и поглядеть». Они спустились по мраморной лестнице широкими рядами. В каждом ряду была сотня цариц. И под камфорным деревом увидели премудрого царя Сулеймана ибн Дауда, все еще изнемогавшего от смеха. Он сидел и покачивался взад-вперед, и на одной руке у него был мотылек, а на другой – жена мотылька. И царицы услышали, как он говорит, «О, жена моего брата, который летает по воздуху, запомни же отныне и на веки веков, что ты должна угождать своему мужу во всем, иначе он рассердится и топнет ногой опять, ибо он великий чародей и колдун, и может, когда ему вздумается похитить дворец у самого Сулеймана ибн Дауда. Вступайте же с миром, вы оба». Он поцеловал у них крылышки, и они улетели прочь. Тогда все царицы, которые до сих пор все еще стояли и улыбались, все, кроме прекрасной и великолепной балкиды, пали ниц, потому что они сказали себе, «Если творятся такие дела из-за того, что мотылек недоволен своей женою, что же будет с нами, докучающими своему повелителю криками и буйными ссорами?» И они накинули на голову прозрачные ткани, и, зажав себе ладонями рот, тихо, как мыши, удалились к себе во дворец. Тогда балкида, прекраснейшая и великолепная, вышла из зарослей алых лилий под сень камфорного дерева, и, положив руку на плечо Сулейману ибн Дауду, сказала, «О, господин мой, сокровище моей души, радуйся, потому что мы дали всем этим царицам Египта, Эфиопии, Персии, Индии и Китая хороший урок, который они запомнят навеки». И Сулейман ибн Дауд, все еще глядя на мотыльков, игравших в лучах солнца, спросил, «О, моя госпожа, драгоценный камень моей радости, когда же это случилось? Ведь как только я вошел в сад, я принялся шутить над мотыльком». И он рассказал Балкиде все, что он делал в то время. И Балкида, ласковая и милая Балкида, сказала, «О, мой господин, владыка моей жизни!» Я спряталась за камфорным деревом и видела все своими глазами. Это я надоумила бабочку, чтобы та заставила мотылька топнуть, ибо я надеялась, что мой господин, шутки ради, совершит какой-нибудь волшебный поступок, который испугает цариц. И она рассказала ему все, что подумали, увидели и сказали царице. Тогда Сулейман ибн Дауд встал под камфорным деревом, протянул руки и в веселье сердца сказал, «О, моя госпожа, сладость моих дней! Знаешь, что если бы я со злости или по внушению гордости применил к царицам мое волшебство, я мог бы осрамиться опять, как осрамился тогда, когда устроил пиршество для зверей всего мира. Но благодаря твоей мудрости я стал колдовать ради шутки, чтобы немного помочь мотыльку. И видишь, это спасло меня от моих докучливых жен. Так объясни мне, о, моя госпожа, сердце моего сердца, как же ты достигла такой мудрости?» И царица Балкида, прекрасная, величавая, стройная, взглянула Сулейману ибн Дауду в глаза, склонила подобно мотыльку свою голову на бок и ответила, «Во-первых, о, мой господин, потому что я люблю тебя, а во-вторых, о, мой господин, потому что я знаю, что такое сварливые жены». И они пошли во дворец и жили счастливо до скончания дней. Не правда ли, Балкида поступила умно?